Дорогие друзья, пока на стадионе Suwon World Cup идет подготовка к началу второго тайма, мы, Григорий Твалдфадзе и Антон Никитин, не еще разгоряченные событиями первые 45 минутки, как раз вот о том, что происходило на поле стадиона Suwon World Cup, и поговорим. Общее впечатление. Общее впечатление. Много ошибок в обороне. Именно от них исходит такой результат. 3-1, 4 мяча. Вот кажется, что команда действует организованно, но потом как по щелчку все меняется. Ну, Антон, это же хорошо, 4 гола. Ну, это, конечно, прекрасно для стороннего зрителя, да. Но не для тренеров, да, и не для поклонников команды Seul. Но вообще для меня самая парадоксальная часть, наверное, вот этого матча это то, что Suwon, кажется, наконец-то прервет эту дурную совершенно цепочку поражений, неудачных матчей против Seula. Мы вспоминали 27 ноября 2016 года. Suwon последний раз выигрывал у Seula в 11 играх 7 поражений. Ну, караул. Но что я хотел бы сказать? Вот если... У меня все-таки такое ощущение, что до пенальти, до пенальти говорить о каком-то таком большом преимуществе в счете было сложно. Да и пенальти, на мой взгляд, все-таки не выглядел как некое логическое завершение предвосхищающих, значит, момент событий. Все-таки там, да, комбинация была, она в какой-то момент прервалась, продолжилась. Отскок, мяч попал к игроку Suwona, дальше удар. Я поначалу даже не разглядел, что там была игра рукой. Ваш юный острый взгляд рассмотрел отскок и изменение, значит, полета мяча. Я, честно говоря, думал, что там гораздо в большей степени был акцент на подкат. Да, полностью согласен. Подкат-то был в ноги. Откровенно говоря, ногу зацепили у футболиста Suwona. Но такая была динамика, что падая, футболист Seula, он даже, по-моему, не очень хорошо понимал, за что его наказали. Потому что, ну, такая динамика была, вот мяч от ноги попадает в локоть и что там, как там. Ну, вот таковы жесткие правила сегодняшнего мирового футбола. После просмотра, после долгого изучения телевизора, арбитр Ким Юн У, ну, вполне справедливо поставил на точку. Вот. И даже, даже, когда Seul ответил голом, тем более не возникало ощущения, что вот дальше гости получат два мяча. Да, согласен. Казалось, что Seul должен перехватить инициативу и начать создавать голевые моменты. А Suwona после минуты 30-й взял и включился заново, как будто с первых минут команда переосмыслила происходящее на поле. И вот забила два мяча. Причем, опять же, мы не должны забывать о том, что эти мячи пришли после ошибок обороны Seula. Грубейших. Грубейших, конечно. Грубейших. И вот мы уже вспоминали по ходу первого тайма, что слова Чхве Йон Су, наставника команды Seul, который разводил руки в стороны и говорил, я не понимаю, что делать с обороной моей команды, потому что вот вроде бы они все понимают, они все делают грамотно до того момента, когда кто-то не включает, значит, или выключает включатель или выключатель, там, тумблер. Что-то с ними происходит, и в их сознании, несмотря на то, что корейцы, корейские футболисты достаточно дисциплинированы в плане такого, ну, подчинения тренерской установке, но человек-существо многоплановое, вот, и в какой момент какие действия человек совершает, когда у него заканчиваются силы, и что происходит в мозге, там вот институт мозга существует, который до сих пор не может разобраться с нашим бытием. И вот мы сейчас с вами увидим, что происходило там, допустим, вот с игроками, с игроками Seula, но сейчас это пока эпизоды, предшествующие первому голу, да, вот давайте посмотрим. Еще раз сможем разглядеть руку. Вот, раз, раз. Он побежал, он даже не понял, что мяч в руку попал. Вот здесь вот вынос, хороший перехват. И это действительно рикошет от... Ну, рикошет от колена, да. Или от колена. Другой вопрос, что мяч летел в сторону ворот. Да, конечно, конечно. Рука стала препятствием мячу в сторону. Юн Йонсон получил еще и желтую карточку, и вот Адам Тагарт, который тысячу лет не забивал, спокойно развел мяч и вратаря по разным углам. Для Тагарта мы уже говорили, это был чрезвычайно важный момент, потому что один гол на счету игрока, который в прошлом сезоне 20 забил, ну, по корейским меркам это много, это серьезно. И вот посмотрите, еще один хороший момент. Чхо Юн Ук бил... Ну, так, выцеливал, что называется. Ой, прошу прощения, Косон Бен бил поворотом, выцеливая вратаря в дальний угол. Вот еще эпизод, да, когда мы будем забивать. Это Ким Мин Ну. Зарылся, зарылся. Ну и вот Осмар оставляет мяч. Ансигё. Успевает к мячу Чхо Юн Ук. Передача и набежавший Пак Чун Йон. Сегодня он капитан Сеула. Красиво все было сделано, ничего не могу сказать. И вот это вот изящество, оно, может быть, даже и придало нам какую-то уверенность в том, что сейчас Сеул не позволит так себя топтать. Ну и вот давайте смотрите. Вот четыре защитника становятся... Оказываются на одном квадратном метре. И дальше Таггард разбирается тут после отскока. Идет 42-я минута. Вот 42-я минута. Это вроде бы как гол в раздевалку, да? По большому счету. Но кто же знал, что таких будет аж два. Безумно этот гол, конечно, похож на мяч Сеула. Тоже вратарь отбивает перед собой. Да. Отбивание в пустые ворота и ошибка в обороне. Ну и вот смотрите. Уже идет компенсированное время. Блестяще здесь играет, просто блестяще Ким Кюн Хи. Очень красивый гол. Ну и я бы еще Ли Чон Цуна отметил, который мяч протащил. Вот здесь, смотрите, изловчился отдать передачу тоненькую. Тоже рикошет небольшой. И, собственно, он сыграл свою роль. Мяч все-таки пришел к автору забитого мяча. Но здесь сразу два футболиста бросались под этот выстрел Ким Кюн Хи. Но бросались, я не знаю. Видите, наметить и совершить две большие разницы. Две большие разницы, да. Потому что, ну, как сказал как-то мой хороший приятель, игравший, правда, не в Корее, а в Японии, игрок сборной России, Ахрик Цвейба, он сказал, ну, там трава должна гореть. Вот в такой ситуации там трава должна гореть. Понимаете, там выжигать, что называется, надо. А здесь три человека. Один ложится. Второй так вот изящно изображает, что вот он сейчас будет перехватывать. Третий тоже так красиво, картинно падает. Падает. Трава не горит. Однозначно. Это как в фильме «Убойный футбол», может быть, видели? Где оставался огненный след за футболистами играющими. Вот что-то такое, конечно, должно быть. Ну, наверное, наверное. Но в любом случае, давайте подумаем, что сейчас предположим, что сейчас будет. Будут замены, это понятно. Ждем выхода Адриана. Да, и мне кажется, сейчас Сувон будет уповать на контратаке. Сеул заберет инициативу, деваться некуда. А здесь и Адриана появится, и скорость, и возможность убегать в свободные зоны. Как итог, мне кажется, Сувон может даже приумножить свое преимущество, если же, конечно, Сеул не возьмется за дело с полной самоотдачей и с полной самоуверенностью. Даже не самоуверенностью, а уверенностью в обороне. Ну, хотелось бы верить, даже если Адриана появится. То кого он будет менять? Чхо Юн Ука или Пак Чун Йона, который забил? Ну, не знаю. Мне кажется, что кого-то из игроков в середине поля. Скорее всего, Ким Джин Яна. И тогда перестановки должны быть. Осмор должен отойти назад на свою более привычную позицию разрушителя. Играть перед центральным нападающим, перед Юн Йон Соном. Ну, как вариант. Как вариант, скорее всего. Иначе такого перехода к серьезному перетягиванию каната на свою сторону не получится. Ну, сейчас увидим. Сейчас перерыв закончится, и мы с вами со всем разберемся. Субтитры создавал DimaTorzok